Дворец культуры на площади Кирова будет закрыт на реконструкцию. До конца 21-го года такое решение приняли в Самарской мэрии после трагедии, разыгравшейся здесь на выходных. ЧП случилось 1 сентября после полудня. Со слов очевидцев, мальчишки играли на крыльце здания ДК. Взрослые делали замечания, но веселую компанию это не остановило. Десятилетний мальчик попытался забраться на колонну, зацепился руками о мраморную плиту и она упала прямо на ребенка. Внимание к колоннам не подходить, опасно. Такие объявления со вчерашнего дня здесь появились повсюду, на каждой колонне со всех сторон, по несколько штук. Доследственную проверку начали прокуратура и следственный комитет. Из-за трагедии в самом ДК отменились концерты всех творческих коллективов, отменили и линейку, которая ежегодно проходит на площади. Однако родительский коллектив все же пришел к ДК, чтобы возложить цветы к фотографии погибшего мальчика и выразить сочувствие его родителям. Мы очень соболезны им в семье погибшего ребенка. Это большая трагедия, это горе для любой семьи. Дай бог им выдержать это, вынести этот груз. Мы пришли просто потому, что мы им сочувствуем соболезнования. Мы просто организовались и пришли сюда вот, возложить цветы. Инициативу подхватили и другие самарцы. Сегодня весь день они приходят сюда, ко дворцу Кирова, с символом памяти, красной гвоздикой. Здание ДК с 61-го года постройки является объектом культурного наследия. Его проблемами впервые начали заниматься еще семь лет назад. В Самарской мэрии делали все возможное, чтобы реконструкция дворца началась как можно скорее. Подготовили проектную документацию и готовы были начать реконструкцию. Необходимо было дождаться областного финансирования. Из-за статуса здания его реконструкция не под силу одному муниципалитету. К сожалению, в тот период времени из областного бюджета доля софинансирования так и не была обеспечена. Мы не смогли приступить к намеченным работам в тот период времени. Этим зданием постоянно занимались. В настоящее время из областного бюджета деньги на этот объект были найдены. И в настоящее время объект обеспечен финансовыми средствами в объеме 310 миллионов рублей на проведение как раз-таки вот этих ремонтно-реставрационных работ. Новый проект реставрации и смета уже отправлены на госэкспертизу. Ее закончат к середине сентября, после чего будут объявлены торги. С их помощью городские власти найдут компанию, которая непосредственно будет приводить здание в порядок. Пока же оно будет закрыто для посещения. Семья погибшего мальчика выражает соболезнования и поддержит материально. Похороны организуют за муниципальный счет. Прощание с мальчиком состоится уже завтра. Мария Левина, Инга Пенер, Григорий Плешаков, Василий Кладашов. События.